Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов, и в сегодняшнем видео мы поговорим о интересном инструменте для всех разработчиков и для всех интернет-маркетологов, это Яндекс.Вебмастер, и о новой версии, которая еще пока бета, но тем не менее уже появляется в основной обойме нашего инструментария, как маркетологов. Итак, давайте поговорим об основных функциях Яндекс.Вебмастера, если вы вдруг не знаете. Первое – это индексация страниц сайта, то есть есть какой-то домен ваш личный, у вас, скорее всего, есть либо один лендинг, либо несколько лендингов, либо уже сайт, и даже если у вас больше, чем одна страница на вашем домене, то вам необходимо заиндексировать свой сайт, чтобы страницы уже начали подниматься в поиске. Если вы хотите или делаете SEO лендинги, или вообще какое-то пытаетесь сделать продвижение в Яндексе, хотите сделать, чтобы сайт начал продвигаться по SEO выдаче, то вам все равно в любом случае придется заиндексировать страницы сайта. Второе – это индексация карты сайта, потому что есть такая вещь, как карта сайта, на которой это отдельный файл XML, который лежит в корне вашего хостинга, и он рассказывает роботу Яндекса, появились ли новые страницы, удалились ли какие-то страницы сайта, ну, может быть, какие-то изменения были, вообще количество страниц на вашем сайте. Третье – это просмотр поисковых запросов и их статистики. Хоть и странная функция, но, тем не менее, она подсасывается из Яндекс.Метрики, особенно это видно в Яндекс.Вебмастере 2.0, который сейчас я покажу. Я считаю, вещь очень нужная, потому что вы можете поисковые запросы прямо там правильно фильтровать и смотреть, по каким люди стали переходить, ну, и делать вообще какую-то группировку и какой-то анализ статистики по SEO, хоть какой-то мелкий. Дальше, конечно же, проверка структуры сайта в Яндексе. Необходимо проверить от А до Я, как правильно или вообще как сложен ваш сайт, и как он показывается в Яндексе в поиске, в выдаче. И последний, наверное, но один из самых важных моментов для ребят, которые пытаются продвинуть свой сайт в SEO, это, конечно же, валидатор ошибок сайта. То есть, если у вас что-то неправильно с вашим сайтом, и это ярко выражено, валидатор, ну, или, собственно, Яндекс.Вебмастер об этом скажет. Итак, давайте сразу же перейдем к интерфейсу Яндекс.Вебмастера. Сейчас он новый, он стал черным, и был старый интерфейс, я его обязательно сейчас покажу. Вот он в таком виде, он был белый. Появились некоторые новые кнопки, но по факту, если вы когда-нибудь видели Яндекс.Метрику 1.0, а потом появилась Яндекс.Метрика 2.0, это примерно аналогичное что-то. Но хотя кнопки, в принципе, все остались на месте. Итак, я буду показывать на примере нескольких сайтов. Например, один из сайтов это adpump.ru, это мой сервис, который помогает директологам создавать рекламные кампании. И здесь, собственно, есть несколько страниц. В принципе, каждая кнопка сейчас, на данный момент, это отдельная страница, PHP-страница. Итак, есть adpump, и давайте посмотрим по основным кнопкам навигации, которые находятся слева в вебмастере. Вообще, если у вас нет вебмастера, то у вас, скорее всего, появится единственная кнопка, это зарегистрировать сайт. Чтобы зарегистрировать сайт, вам нужно ввести свой домен, нажать «Добавить» и на хостинг, в корень хостинга вашего домена, положить файл, который будет по инструкции. После этого вы нажимаете «Проверку», если все замечательно, то ваш сайт попадает на очередь в индексацию. Индексация может доходить до двух недель в роботам Яндекса. Итак, а теперь пройдемся по функционалу. Первое – это кнопочка общая информация, которая появляется в самом начале. Я считаю, самое важное и потрясающее, что здесь есть, это как раз валидатор. Он на первом экране есть и диагностик проблем сайта, в котором можно посмотреть ваши главные косяки. Например, возможные проблемы. В файле робота.txt не заданы директиву хост. И написано, с какого числа это актуально. Актуально либо это применилось в самом Яндекс.Вебмастере, либо вы накосячили, и с какого-то момента это стало очень важно. Отсутствуют метатеги description. Действительно, я этот памп никогда не пытался продвинуть по SEO, и description у меня нет. А его нужно бы прописать на каждую из страниц, которые у меня есть. А, конечно же, я этим не занимался. И есть, конечно же, рекомендации, например, прописать региональность. Не зарегистрирован сайт в Яндекс.Справочнике, ну тут уж извините. И сайт не оптимизирован для мобильных устройств. И никак не прописаны директивы для мобильных устройств. Эта мобильная верстка, ее, конечно, по-хорошему надо сделать, но, наверное, не для AdPump. Давайте посмотрим ошибки на сайте mcontext.ru, в моем блоге, на котором действительно большое количество страниц, и он продвигается по SEO, как-никак. Первое. У него тоже не задана директива хост. Вот я прочитал про это сейчас. И как раз добавил. Сделал так, чтобы хост, ну, в общем, прописал то, что нужно. И теперь все замечательно. Второе. Ошибки в файлах сайт-мэп. Ну, тут ошибка, я знаю в чем. Связано это с тем, что неправильная корреляция идет с сайт-мэпом для Google. Там нужен просто немножко свой файл. Он у них общий как-никак. Ну, хотя можно делать два, но, в общем, не суть. И рекомендации сайт не оптимизирован для мобильных устройств. Это тоже очень важно, потому что у меня часть сайта действительно не прооптимизирована для мобильных устройств. И от этого меня очень не любит Google. И поэтому он меня не продвигает по запросам. Это правдивая информация. Я знаю, какие страницы не продвигаются. Их, конечно же, нужно сделать. И то же самое, как мы видим, теперь требует и Яндекс. В общем, вот этот валидатор, он очень помогает понять, где ваши косяки, как минимум, для SEO. Понятно, что это не всегда связано с контекстной рекламой. Но, тем не менее, такие косяки нужно все равно иногда устранять. Итак, вернемся обратно в общую информацию. Мы посмотрели диагностику проблем сайта. Это вот эти основные кнопки. Дальше идет индексирование количества страниц. Например, в AdPump загружено 59 страниц. Индекс в поиске находится 25 страниц. Что такое поиск? Это значит, что они могут выпасть по каким-то запросам в Яндексе. И есть часть исключенных страниц, которые могу, например, исключить лично я. То есть, выкинуть их из поиска. Либо выкидывает их робот Яндекса, если он посчитает, что неверно. И индекс цитирования сайта. Вот тут даже написано общей информацией. Тиц определяет авторитетность сайта с учетом качества ссылок на него с других сайтов. При этом здесь ключевое слово качество, а не количество ссылок. Потому что если у вас ссылка с Википедией, все замечательно. А если у вас ссылка с какого-то дурацкого сайта. Ну, в общем, сейчас птицы очень сильно обновились. И практически на всех сайтах они упали до нуля. Идем дальше. Дальше у нас есть кнопочка диагностика. Диагностика, собственно, дает как раз всю ту же самую информацию. Есть также кнопка безопасность. Ну, здесь никаких обычно проблем не бывает, поэтому это кнопка, которая рассказывает и диагностирует сайт на вредоносный код. Ну, и какие-то нарушения на сайте AdPump. Здесь в разделе представлен список нарушений, которые были обнаружены после анализа сайта нашими алгоритмами. Ну, то есть все, опять же, связанное с SEO. Если появляются какие-то нарушения, здесь они будут помечены. Дальше вкладочка поисковый запрос. Ну, первая кнопочка – это статистика, которая помогает разобраться с нашими популярными или вообще поисковыми запросами. Поисковые запросы бывают разные. Например, для AdPump – это AdPump, собственно, неудивительно, AdPump.ru, UTM-меткий генератор и так далее. И в том числе можно сразу понять, что у меня, например, мои запросы висят довольно низко. Например, здесь можно сделать определенную, как и в новой Яндекс.Метрике, группировку. Здесь можно детализацию сделать по неделям и так далее. Ну, в общем, наша любимая Яндекс.Метрика. Скорее меня больше будут интересовать какие-то запросы а-ля топ-3, топ-50 или те запросы, по которым мы, хоть где-то что-то показывались, но не дотянулись до топа, до топа 10, например. Но вообще, по-хорошему, меня интересуют запросы, например, UTM-метки генератор, группировка ключевых слов и так далее. И теперь можно посмотреть статистику. Здесь есть показы клики и CTR. То есть мы знаем, сколько раз показывалось, можно сказать, объявление. Хотя это не объявление, но все выдачи, например, на какой-то странице показывалось пользователям и сколько раз они переходили. В общем, довольно, я считаю, важная информация, которую, конечно же, нужно смотреть, ковырять и пользоваться ей. Дальше, конечно же, есть кнопочка до этого нововведения. Это последние запросы, причем здесь как раз есть топы. Причем можно еще создать группу, это тоже очень прям прорыв, можно сказать. Топ-3, топ-10, топ-50. Это памп, UTM-метки генератор, это памп, это памп, генератор и так далее. Ну, в общем, можно отсюда тоже выкрутить и посмотреть, по каким запросам чаще всего я показываюсь, по каким я не показываюсь и над какими нужно работать. Ну, конечно, на более серьезном сайте там просто большее количество этих запросов, но с ними ровно так же надо работать. То есть смотреть, по каким показываетесь, какие надо докрутить, какие нужно крутить с самого низа. То есть вы не показываетесь по ним или показываетесь слишком мало. Дальше, индексирование, статистика. Здесь у нас статистика идет по индексированию, за какие страницы вообще заиндексированы. Всего, например, в AdPump, как считает Яндекс, 59 загруженных страниц, то есть роботом загружены 59 страниц. Из них 11 исключены, то есть они убраны из поиска Яндекса. Либо я мог их убрать, что неудивительно, например, с помощью директивы робот.txt и написать там маленькую директиву, либо исключил, например, сам Яндекс.Вебмастер, ну, либо робот Яндекса. И всего страниц в поиске 25. Зеленая, в принципе, это самая важная полоска в вашем случае. Это те страницы, по которым вас могут найти в SEO. Ну и здесь, собственно, есть график, по которому можно определить, какое количество страниц добавляется, уменьшается, например, количество страниц в поиске, исключенных страниц, больших становится меньше и так далее. И ниже идет список этих страниц и их код доступности. Доступно там 400 ошибка, 404, 200 и прочее. Также еще можно посмотреть не только сводку, можно отдельно посмотреть страницы в поиске, например, или исключенные страницы. Или, опять же, по определенным кодам, по недоступности, доступности и так далее. Дальше. Самое классное – это структура сайта. Здесь у меня действительно самая простая структура сайта, потому что у меня, в общем-то, только несколько страниц. Это, по-моему, скорее всего, если вы смотрите это видео, у вас, скорее всего, сайт тоже с самой простой структурой, там несколько страниц. В вашем случае как раз вы можете посмотреть архитектуру, там может быть несколько подпапочек и так далее. Дальше. Проверка URL на доступность. Вы берете, вставляете сюда ссылку и проверяете, доступна ли та или иная страница. Обрабатывается, и после того, как она будет обработана, будет написано «доступна», «недоступна» и так далее. Ну, собственно, раздел «входящие ссылки» пока у них находится в разработке, но, тем не менее, есть еще и старый Яндекс.Вебмастер, старая версия. Предполагаю, скоро все будет доделано. И просто вот эта версия входящих ссылок будет перенесена на новый манер, на новый вид. Вот. Ну, собственно, можно посмотреть ссылки, которые идут на мой сайт adpump.ru. Дальше у нас идет настройка индексирования. Это специально блок для уже SEOшников. Это нужно тем, кто умеет обращаться к своим сайту. Ну, собственно, первая вкладочка – это файлы сайтмэп. Файлы сайтмэп вы показываете просто доступ к своему лежащему в корне, например, каталогу или не в корне каталога файлику, и рассказываете, собственно, где он лежит и так далее. Ну, вот, например, у меня неправильно он лежит, его надо перекинуть. Я, к сожалению, сделал ошибку, и его нужно исправить. Я его исправляю, вставляю, и желательно, чтобы все работало правильно. После того, как она обработается, сайтмэп, у меня будет новый, собственно, файл, по которому будет определяться, сколько страниц у меня есть на моем сайте. Кстати говоря, хочу заметить, что Яндекс.Вебмастер без сайтмэпа определяет количество страниц, но, вот, как вы помните, у нас было индексирование и статистика. Вот в ней, например, загруженная страница практически напрямую связана с вашим файлом сайтмэп. То есть, страница в поиске – это одно, а загруженная страница – это совсем другое. Тем более, на некоторой странице нет прямой ссылки, например, на ваших сайтах. Ну, вдруг это лендинг или еще что-то. Чтобы его указать в сайтмэпе, чтобы его указать вообще роботу, нужно прописать файл сайтмэп. Ну и плюс, сайтмэп ускоряет индексацию вашего сайта, если у вас появляется по нескольких страниц в день. Дальше, вкладка «Переезд сайта» – здесь очень удобная вещь, если вы вдруг приезжаете или делаете зеркала вашего сайта. То есть, у вас есть один домен, и второй домен, собственно, идет зеркало сайта. То есть, у вас есть один сайт и есть копия вашего сайта, и вам нужно сделать так, чтобы их склеить вместе. Для этого используется кнопка «Переезд сайта». Дальше идет региональность. Это очень тоже нужная вещь. Причем региональность я недавно прописал в М-контекст, вот только перед тем, как практически писать видеоурок. Потому что региональность у меня выбрана не было. В каталоге в Яндекс.Справочнике у меня, благо, все прописано. Ну, собственно, выглядит это примерно так. М-контекст, каталог, Россия, Королев, Москва, Королев, справочник. Яндекс.Справочник, собственно, это то, что вы указываете в Яндекс.Картах. То есть, у вас есть какие-то определенные, давайте посмотрим, даже «Моя организация» в справке Яндекса. И в нем прописано, где вы находитесь. Ну, либо несколько сайтов, если у вас есть. И Яндекс.Вебмастер, в нем тоже, видите, нужно прописать точный городской округ, например, Королев в моем случае. Будет проверен в течение 7 дней, и, собственно, просто позвонят, спросят и проверят, точно ли я там нахожусь. И Яндекс.Каталог, если вы зарегистрированы в Яндекс.Каталоге, я, благо, зарегистрировал. Дальше, регистр имени сайта. Здесь интересная вещь, вы можете в результатах поиска повлиять, как будет выглядеть ваш сайт, например, addpump.ru, например, в таком виде. Довольно прикольно, это можно сделать, например, на МКонтекст. Давайте попробуем, я хочу, чтобы у меня был МКонтекст, вот как-то так. Чтобы с маленькой буквы перейти на большую. Вообще, это довольно интересно, но вот видите, как раз, проверка заявок на изменения занимает 1 до 2 дней, но пусть проходит, для интереса, и посмотрим, как оно пройдет или нет. Дальше, у нас есть быстрые ссылки, например, на сайте mContext, да и на сайте addpump. Давайте посмотрим, что это такое. Дальше, если вбить mContext, или addpump, давайте в объем addpump, нет, в объем его в Яндексе, откроем Яндекс, в объем addpump, даже просто addpump, у нас появляется вот такое огромное количество дополнительных быстрых ссылок, которые появляются не как у нас, например, в Яндекс.Директе, а появляются именно в SEO, при условии, что вы вводите тот же домен, что и, ну, в общем, нейминг совпадает полностью, то есть вы вводите поисковый запрос, совпадающий с доменом, вот как у меня, addpump. Ну, собственно, здесь у меня 8 дополнительных ссылок, быстрых ссылок, дополнительные это в Google AdWords находится. И самое важное, наверное, то, что мы можем, не можем повлиять, точно не можем повлиять на быстрые ссылки, которые появляются, то есть мы не можем дать какую-то директиву роботу Яндекса выбрать именно эти, но зато мы можем дополнительно выбрать те страницы, которые мы хотим, чтобы появлялись быстрыми ссылками, например, вот в AdPump 8 дополнительных ссылок, которые появляются. И, собственно, вот AdPump я выбрал, ну, здесь побольше их, конечно, но появляется 8, здесь сейчас их выбрано 10 аж. Некоторые из них, видите, новые, они только появились, некоторые уже были. Вот их 8, ну, возможно, новые появятся, но я сомневаюсь, в основном их бывает до 8, я не видел больше. Кнопочка «Оригинальные тексты», она появится в скором времени, пока она загружается через старый интерфейс Яндекс.Вебмастера. Смысл какой? В том, что у вас есть тексты, которые вы создаете для своего блога, ну, какую-то статью, еще что-то. И чтобы ее никто не скоммуниздил, не успел скоммуниздить, вы сначала помещаете оригинальные тексты сюда, в Яндекс, а потом помещаете их на свой блог, чтобы показать Яндексу, что вы первые, кто написал этот текст. Довольно удобная и умная штука. Дальше. Инструмент «Анализ robots.txt». Здесь как раз необходимо прописать директивы, которых не хватает в диагностике. Помните, у нас была диагностика сайта, и в этом пампе не хватало как раз директивы «Хост». Вот ее нужно как раз прописать сюда. Ну, например, «Хост.ввв.этпам.ру», то есть показать, что у нас, например, там зеркало какое-то есть. Ну и так далее. Дальше. Анализ файлов в сайт-мэп. Сайт-мэп тоже. Здесь можно кусок текста, либо полностью файл сайт-мэп сюда вставить и проверить. Также можно просто по ссылке в URL вставить сайт-мэп и проверить. Вот, кстати, давайте посмотрим. Я вставлял в индексиров... Я как раз вставлял в настройку индексирования файл сайт-мэп, да, новый, который стоит в очереди на обработку. Мы сейчас вставим сюда URL и проверим, есть ли он. Есть, размер и количество ссылок на нем, ошибок не найдено. При этом до этого, которая стояла ссылка, она была неправильная и ввела туда, где нету сайт-мэпа. Вот, теперь мы поставили правильно, все теперь будет замечательно. Ну, собственно, проверка ответа с сервера, насколько быстро отвечает роботу Яндекса AdPump. Проверка мобильных страниц. Здесь вы просто проверяете, насколько сайт адаптирован под мобильное устройство. Могу сразу сказать, что AdPump, так как это инструмент для ПК, естественно, он никак не адаптирован под мобильное устройство. На нем не прописан тег Viewport. Есть горизонтальная прокрутка, то есть вот так вот крутится это очень плохо. Много мелкого текста, потому что, ну, собственно, неправильное разрешение под мобильное устройство. Кстати, то же самое можно сделать и с сайтом МКонтекст. У меня есть моя главная страница. Ну, вот, кстати, давайте ее и проверим на инструменты анализ мобильных страниц для МКонтекста. Просто проверим главную страницу. Ну, здесь, наверное, подольше, потому что... А, ну, вот, пожалуйста, TagViewport указан, горизонтальной прокрутки нет, это хорошо. Флэш, много мелкого текста. Ну, в общем, здесь необходимо просто сделать отдельную мобильную версию именно под эту страницу. Причем, если взять какую-нибудь страницу внутри моего сайта, смешно то, что там все очень хорошо. Давайте проверим и посмотрим. Ну, вот, все замечательно, только есть горизонтальная прокрутка, тоже какая-то определенная проблема, новая, возможно, мелкая, но она есть. Она не помещается по ширине экрана мобильного устройства, что вызывает серьезные неудобства при использовании сайта. В общем, тоже надо что-то сделать и исправить. Ну, в общем, здесь вы можете поговорить, посмотреть, насколько у вас мобильные страницы, насколько у вас сайты адаптируем под мобильные. Дальше есть очень удобная кнопочка «Переобход страниц». Тут можно закинуть отдельную страницу, которую вы хотите, чтобы робот Яндекса прошел в первую очередь, чтобы на них сделать акцент. Например, то, что вы переписали статью на своем блоге или поменяли страницу, или вот вы сделали мобильную версию, что нужно проверить ее. Здесь это можно прописать как раз. Дальше есть кнопочка «Удалить страницу», но она пока находится, как вы видите, тоже в разработке. Смысл какой? То, что вы эту страницу можете удалить из индекса, если она, например, пропала. Ну и XML-валидатор, который позволяет полностью проверить фиды ваших данных. Ну и, в общем, если вы не знаете, что такое фиды ваших данных, я думаю, пока лезть сюда не стоит. Первые вот эти инструменты, наверное, первые четыре – это самые важные страницы, ну, возможно, пять, которые вам понадобятся. Ну и последняя вкладочка – это «Права доступа». Здесь вы просто добавляете права доступа, можете давать кому-то из своих, опять же, логинов и так далее. То есть, чтобы не лазить, ну или просто кому-то дать доступ на какой-то определенный аккаунт. Причем можете дать права полные или какие-то ограниченные. Ну, все, как и, например, в Яндекс.Метрике. Ну, в общем, друзья, вот такой инструмент Яндекс.Вебмастер, версия 2.0, пока она бета. Я думаю, скоро выйдет в полную силу на этот инструмент. Естественно, я теперь знаю очень многие свои проблемы. Это значит, что я скоро буду снимать дневник SEO-незнайки, новую версию. Следите за моим каналом, следите за новостями. И успехов вам! Пока-пока!